Виталий Валентинович Бианки. Глаза и уши. Жил инквой бобёр на извилистой лесной речке. Хороша у бобра хата. Сам деревья пилил, сам их воду таскал, сам стены и крыши складывал. Хороша у бобра шуба. Зимой тепло, и в воде тепло, и ветер не продувает. Хороши у бобра уши. Приснёт в речке рыба хвостом. Упадёт в лесу лист. Всё слышит. А вот глаза у бобра подгуляли. Слабые глаза. Поцелеповат бобёр и на сто коротеньких бобренных шагов не видит. А в соседях у бобра на светлом лесном озерке жил хотым лебедь. Красивый был и гордый. Ни с кем дружить не хотел. Даже здоровался нехотя. Поднимет белую шею. Окинет взглядом с высоты соседа. Ему кланяются, а он чуть кивнёт в ответ. Вот раз случилось. Работает инквой бобёр на берегу речки. Трудится. Осины зубами пилит. Подпилит кругом до половины. Ветер налетит и свалит осину. Инквой бобёр её на брёвнышке распилит и тащит себе. Брёвнышко за брёвнышком к речке. На спину себе взвалит. Одной лапой придерживает брёвнышко. Совсем как человек идёт. Только трубки в зубах нет. Вдруг видит по речке. Хоттым лебедь плывёт. Совсем близко. Остановился инквой бобёр. Брёвнышко с плеча скинул. И вежливо сказал. Узя, узя. Здравствуй, значит. Лебедь гордую шею поднял. Чуть головой кивнул в ответ и говорит. Близко ж ты меня увидал. Я тебя ещё от самого поворота речки заметил. Пропадёшь ты с такими глазами. И стал насмехаться над инквой бобром. Тебя, слепыша, охотники голыми руками поймают. И в карман положат. Инквой бобёр слушал, слушал и говорит. Спору нет. Видишь ты меня лучше. А вот слышишь ли ты тихий песок вон там, за третьим поворотом речки? Хоттым лебедь прислушался и говорит. Выдумываешь. Никакого плеска нет. Тихо в лесу. Инквой бобёр подождал, подождал и опять спрашивает. Теперь слышишь плеск? Где? Спрашивает Хоттым лебедь. А за вторым поворотом речки на втором пустоплесье. Нет, говорит Хоттым лебедь. Ничего не слышу. Все тихо в лесу. Инквой бобёр еще подождал. Опять спрашивает. Слышишь? Где? А вон за мысом на ближнем пустоплесье. Нет, говорит Хоттым лебедь. Ничего не слышу. Тихо в лесу. Нарочно выдумываешь. Тогда, говорит Инквой бобёр, прощай. И пускай тебе так же послужат твои глаза, как мне служат мои уши. Нырнул в воду и скрылся. А Хоттым лебедь поднял свою белую шею и гордо посмотрел вокруг. Он подумал, что его зоркие глаза всегда вовремя заметят опасность. И ничего не боялся. Тут из-за леса выскочила легонькая лодочка. Айхой. В ней сидел охотник. Охотник поднял ружье и не успел Хоттым лебедь взмахнуть крыльями, как грохнул выстрел. И свалилась гордая голова Хоттым лебедя в воду. Вот и говорят ханты, лесные люди. В лесу первое дело оши, а глаза второня.